И перед тем, как продвигаться дальше, я вам покажу один диалог, который я упустил, и спасибо, что вы мне в комментариях о нем напомнили. Это диалог с барсуком Черная шляпа. И после того, как он в замке Асина скажет, что ему в скором времени нужно посетить храм Сэмпо, перемещаемся к храму Сэмпо. И перед тем, как при помощи моба поднять воздушного змея, здесь также можно было поговорить с барсуком Черной шляпой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Видите? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И сейчас можно немножко поставить, переждать, пока они нас потеряют. Можно продвигаться дальше. Вырубаем постовых. И здесь еще немного магнетита. Здесь два варианта, либо идти в лоб, но это не самое лучшее решение. Можно обойти их с тылу. Для этого нам нужно перепрыгнуть через несколько веток. Леденец. Это не очень хорошо. Ну давай, теряй меня из виду. Ну, елки-палки. Да, мою катану очень сложно разглядеть. Оу! Ха-ха-ха-ха! В яблочко! Окей, ладно. Используем тогда старый дедовский метод. Камера сходит с ума. И давайте сначала пойдем сюда. Убиваем бабулю. И мы зашли в форт с тылу. Здесь у нас патруль. Нужно быть осторожным. Так, ниндзица у нас стоит. Делаем захват. Эй, парень. Может, ты мне поможешь? Здесь у нас дуэль. Воу! Ладно, пока они между собой разбираются. Давайте залезем наверх. Здесь сцепиться можно. Похоже, наши проигрывают. Желтый порох. Еще желтый порох и дрожжи. Неплохо они тут укрепились. И, по идее, мы можем продолжать дальше. Но давайте сначала еще немножко исследуем эту крепость. Черный порох. И если посмотреть на землю, то здесь можно видеть такое вот сено. И это как бы местная сигнализация. Если на нее ступить, поднимается тревога. Ну, их здесь осталось очень мало. Поэтому ничего страшного. Можно немножко пошуметь. И здесь вверх, по-моему, последний. Да, эти земли просто богаты магнетитом. И, похоже, у нас здесь все. Еще внизу проверим на всякий случай. Да, здесь больше ничего нет. И проходим в темную пещеру. Здесь у нас идол. Можно отдохнуть. И давайте сначала спустимся сюда вниз. Соберем эмблемы духа. И если присмотреться сюда, наверх, то можно увидеть предмет. Но, к сожалению, отсюда туда попасть нельзя. Ну, сделаем для себя отметочку, что как-то туда нужно попасть. И здесь у нас вожак-корсомах. Такого мы уже встречали. Тактика против него абсолютно такая же. Бесконечные парирования. Можно его даже не бить. Так-так-так. И когда он пытается нас схватить, прыгаем ему на голову. И наносим смертельный удар. И он дает нам желтый порох. И пусть он в отчетах. Еще магнетит. И статуя. Большой веер из окрашенных листьев японской оралии. Можно установить в протез синоби. В взмахе веера создают вихрь божественного похищения. Попасть в этот вихрь в первый раз не страшно. Но из второго не возвращается никто. Если столкнетесь с таким, направляйтесь в храм Сэмпа, что на горе Конго. Там свершатся дела добродетеля. И здесь мы используем ключ от святилища, который мы взяли ранее. Но перед тем, как идти дальше, давайте исследуем пролом в полу. Желтый порох. И не совсем приметный проход. Здесь у нас путь раздваивается. Если пойти направо, то мы придем в тупик. Но здесь можно посмотреть, что там что-то виднеется. в дыре. Значит, что туда как-то можно попасть. Так, и... Давайте сначала сходим туда наверх, где горит свет. Как можно видеть, здесь сверху большое количество вот таких вот ящериц, которые любят отравлять. И можно, в принципе, безопасно, сдалека раскидать их при помощи сюрикенов. Но можно и не тратить на них сюрикены, а просто забрать здесь вещичку. Это божественные конфетти. И быстренько драпать отсюда, как можно быстрее. Так как ящерицы не очень довольны тем, что я украл у них добро. Можно также их убить, чтобы получить немножко дополнительного опыта. Кто-то еще, по-моему, бежит за мной. Такие вот неугомонные ящерицы. Еще и отравили мне все-таки. Ну, вроде это была последняя. Но это еще не все секреты этой темной пещеры. Так же можно запрыгнуть наверх. И можно видеть, что там внизу что-то есть. И здесь нужно тоже быть крайне осторожным. У нас опять ящерицы. Также, кроме ящерицы, здесь есть маленькие росомахи. Мне в комментариях сказали, что проще всего с росомахи разбираться при помощи прыжка и удара. Давайте попробуем. Да, это действительно так. Если прыгать на них сверху и нажимать удар, то можно убивать их с первого удара. И здесь у нас еще одна бусин отчеток. Да, здесь очень большое количество бусин отчеток на один квадратный метр. И лекарства. Ну, давайте выбираться отсюда. И вот тот самый предмет, который мы видели снизу. Это шар воскрешения. Здесь мы уже были. Сделали вот такой небольшой крюк. Можно опять отдохнуть. Восстановить силы. И отправляться дальше. Если присмотреться, в этой статуе в руках засохшая змея. Проход в опустившуюся долину. И так-то просто нам, конечно же, в нее не попасть. Вскакивает змея, которая очень опасна. Но мы можем нырять. И это очень кстати. Потому что без ныряния здесь очень проблематично пройти это место. Драгоценная чешуя. Есть три варианта, как, в принципе, пройти эту змею. Это вот проплыть незаметно под водой. Второй вариант это проплыть, заметно выворачиваясь от змеи. И третий вариант это предварительно убить змею и спокойно здесь проплыть. Давайте сначала распотрошим карпов, чтобы они здесь не мешались. Леденец гатиина. Полезный леденец. У меня их осталось совсем мало. Твердый металл. И змея на стороже ждет, пока мы подплывем к ней поближе. Она защищает проход в опустившуюся долину. Большой кошелек. Отлично. Золото нам тоже не повредит. Здесь также еще есть карпы. Вот один из них уплыл. Там змея бесится. Еще один леденец. Так, ладно, карп мы восстановим сейчас, пока проплывем вперед. Так, я не знаю, это был тот же самый или новый. Тихо, тихо, тихо. Выныривать небезопасно. И вот наша змейка. Еще драгоценная чешуя. Ну, прям расщедрились. Да, это, по-моему, был тот же самый карп. Больше здесь никого нет. Подплываем под змеей. Быстренько выныриваем и бежим. Змея очень недовольна. Активируем очередной идол. Твердый металл. И вот мы практически добрались до нужного нам места. Но здесь предстоит устроить небольшой геноцид над обезьянами. И это место чем-то напоминает мультик Маугли, кто помнит. Там, где мартышки похитили Маугли. И потом огромная змея. И потом огромный удав их всех за это скушал. Так, что у нас здесь? Эта локация очень многоуровневая. Здесь лежит куча различных предметов. Не очень полезных, но придется их всех собрать. Щелкающая семечка. Можно спуститься еще ниже. Давайте сначала обследуем верхний уровень, а потом спустимся вниз. Да елки-палки, кто вас научил пользоваться огнестрелом? И там внизу можно увидеть целое пастбище обезьян. Что самое грустное, придется их всех убить. Объясню потом, почему. Их можно спокойно обойти, конечно. Так, давайте захватим этого парня. Он помогает. Здесь еще один. Так, хватит там устраивать огненное шоу. Самое время духа. Забавное дрелище. Просто избиение. Просто избиение. Сурово, конечно, аж Секира запихивает катану им в пасть. лекарства. Так, что у нас здесь еще что-то лежит. Давайте это тоже соберем. Леденец. Так, давайте немножко глядимся. На этом уровне мы уже все собрали. Так, к обезьянам пока не пойдем. Там вроде все. Здесь вообще можно спуститься в самый низ. В отравленную яму. Туда мы сходим немножко позже. Давайте сначала следуем это место. Фух, я уж думал не допрыгнул. Здесь у нас ничего нет. Как раз с самый низ можно спуститься здесь несколькими путями. Один из них наверное самый безопасный это отсюда. Но пока мы туда не пойдем. Оу, я сказал не пойдем, но похоже я туда пошел. Да, не выбраться теперь отсюда. Так просто я не смогу. Окей. Ладно. Раз уж пустились тогда исследуем это место. Здесь ходят новый тип обезьян. Такие обезьяны старейшины. очень опасные противники. Давайте поставим травку. Порошок противоядия. Обезьяны нужно быть аккуратнее. и попробуем к ней подойти сзади. Похоже у меня ни черта не получилось конечно же. Обезьяна нас заметила. Окей. Попробуем от нее оторваться. Не люблю эти чертовы ядовитые болота. Самое важное на самом деле находится вот в этой пещере. Просто запомните это место я вам покажу как сюда попасть еще одним путем. То есть один путь это вот спуститься в это ущелье пройти через отравленное болото и спуститься сюда. Есть еще вариант как туда пройти сейчас я вам покажу. Ну для начала давайте сначала поговорим с этим парнем. Очередной продавец подношений и самое важное что он продает это зеленая мшистая фляга которая защищает от отравления. Очень полезный предмет в нашем случае но к сожалению пока мы не отдохнем всего лишь один глоток в ней. Так обезьяна вроде отстала. Нет вон она идет патрулирует хотел запрыгнуть наверх чтобы неожиданно спрыгнуть ей на голову. Так там вдалеке по-моему еще куча обезьян было больно возможно нам здесь может помочь леденец гатиина но они меня все равно замечают обычные обезьяны здесь это фигня самое страшное это это белая обезьяна залезть меня опять отравили к сожалению фляга пока бесполезна она пустая ставим пока порошок противоядия хорошее воскрешение здесь на самом деле ничего интересного нет я можно сказать трачу свое время придется напролом либо можно как вариант все собрать и валить отсюда чертуть материал для апгрейда здесь долежат они полезны денег денег успела прыгнуть так давайте сначала разберемся с мелкими потом будем разбираться с крупной все все это еще дело осложняет это чертово болото почему не травятся мартышки непонятно видать у них выработался со временем иммунитет к этому яду до даже если лодо удары до и и и и и Не, ой, блин, нет Слишком я заигрался с различными техниками И сам же и запутался К сожалению, я потерял Тысячу опыта Ну да ладно Пока не будем спускаться в эту яму Просто такой хэдшот Обезьяне сделали Здесь я уже практически все собрал Поэтому нет смысла тут Останавливаться Бежим сразу Вместо сборища обезьян Сейчас она еще и воду у меня халяет Успокаивающее средство И можно просто их обойти Да Просто обойти сбоку и пройти дальше Но если вы хотите заполучить обезьяне вино Придется убить их всех К сожалению Так, возможно здесь нам поможет что-нибудь Отпугивающее животных Например Петарды Ухватываем Отпугивающее так кажется я убил свою обезьяну а нет она еще жива даже воюет все с тобой молодцы но 30 тоже убить из-за то что мы убили всех обезьян мы получаем обезьяне вино как это не странно ощущение что я собрал от обезьяни и вино из самих обезьян нам нужно туда долина бодхисатвы кто такие бодхисатвы я вам расскажу немножко позже как раз вот эти вот статуи это они есть и за и на 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 Моя жена... А что там? Моя жена... Продолжение следует... И в рамках... Моя жена... Моя жена... Моя жена... Моя жена... Моя жена... Уээ... Company. Если true, Моя жена... Моя жена... Моя жена... Если там может бытьessa... Моя жена... Моя жена... Моя жена!!! Мак... Моя жена... Моя... Я жена... Ну, как вариант, можно сходить, конечно, к Божественному Дитя и взять у него риса. И там вдалеке можно разглядеть какого-то огромного зверя, который сидит и что-то там делает. Ну, мы пока к нему не пойдем. Давайте сходим к Божественному Дитя и возьмем рису. Возможно, старуха нам еще что-нибудь скажет толковое. Итак, я сходил за рисом. И старуха нам все говорит, что внизу находится один из нужных нам фруктов. Сушеный. КОНЕЦ Ну что ж, пойдем обучать обезьян. Точнее, обезьяну, которой суждено быть съеденной. В ядовитое болото можно спуститься и отсюда. Это немножко более опасно, чем там, где мы спускались. Хотя не особо опасней. Так, фляга. Что у нас здесь? Тяжелый кошелек. Тут у нас тупик. К сожалению, у меня нет такого кинжала, как в Дарк Сол, чтобы быстро перемещаться по болоту. Где же наш патрульный? Где-то здесь. Это наш продавец. Что-то как-то странно тихо здесь. Все на позициях. Там стрелок. По идее, я уже все собрал, что у них было. И нет смысла вообще рисковать. Раз только что получить с них опыт. Но опыт можно получить и в других местах, более простых. Поэтому, пожалуй, я не буду их тревожить. Там больше ничего интересного нет. Поэтому идем сюда. Очень мрачное и противное место. Прошу противоядие. Здесь из стен вылазят такие вот воины. Чем-то мне это напоминает 4-й Салон Хилл. И как же здесь без отравляющих ящериц? Плотнем немного самогону для смелости. По идее, можно захватить даже ящерицу. Почти как в пещере у людоеда. Кстати, эта фляга не снимает отравление. Покрытая мхом фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства во фляге пополняется. Лекарство снижает уровень яда, накопленного в теле. И повышает сопротивляемость яду. Но не снимает активный отрицательный статус яд. Такие фляги впервые начали изготавливать те, кто обосновался в отравленных землях. Считается, что на тех, кто прожил там достаточно долго, яд рано или поздно перестает действовать. Ну, в принципе, как я и предполагал. Окей, тогда используем порошок противоядия. Зря только я выпил. И да. Это наша старая знакомая змея. Так, можно быть аккуратнее. Ой. Кто-то пытался в меня чем-то тыкнуть. Оу. Больно. Убивать их тоже нет никакого смысла. Их очень тяжело убить. Проще просто пробежать. Оу. Не то. Да, вот это я нашумел. Меня опять отравили. Лучше убивать этих ящерек издалека. Пока они нас не отравили. Прикоршня пепла. Что у нас здесь? Можем забраться наверх. Держи. Отстаньте. Отметит. Ух. Змея, подвинься. Отъела брюхо. Сильно не останавливаемся. Запутывался я. Иду назад. Так, назад нам не надо. Нам нужно вперед. Вдалеке горит свеча. Как маяк. Как маяк. Отстаньте. И вдалеке можно разглядеть дом. Ну и конечно же змею. Ну и конечно же змею. Идем вперед. Идем вперед. То, соответственно, у нас сидят. Но, по советам старухи, давайте обучим обезьяну танцевать. Ну не совсем она там, конечно, танцевала. Но что-то пыталась изобразить. Но мы тем временем очень быстро бежим в хату. И назад дороги нет. Может, конечно, немножко попробовать позлить змею. Но это ничего не изменит. Хату она эту тоже сломать не может. И здесь у нас тот самый сушеный фрукт. Сушеные внутренности змея. Похожая на сушеную хурму сердца великого змея. Великому змею поклоняются как божеству. Считается, что в сердце обитает его дух. Формой оно напоминает хурму. Но на самом деле это внутренности бога. Очевидно, жители, опустившиеся долины, поклоняются сушеным внутренностям великого змея, как воплощению самого божества. Ну, как я уже говорю в предыдущих сериях про змей, да. Возможно, змей здесь является символом поклонения. И только посмотрите, в этой статуе как будто бы вырвано сердце. Возможно, это даже не сердце вырвано, а как будто бы из чрева матери вырван ребенок. Ах, здрасте какие. Шар воскрешения. Вообще, по вот этим статуям, змеям и хурме есть некоторые спекуляции. Но о них, возможно, я расскажу позже, потому что эти спекуляции очень спойлерные. А игру мы еще пока что не прошли. И нужно найти выход отсюда. Этого нам нужно залезть как можно выше. Заберем предмет. Божественное конфетти. Хороший предмет. И здесь нам нужно залезть еще выше. И что бы вы думали, куда мы сейчас выйдем? Да. И мы выходим в глубину Хасина. Как я уже говорил, локации здесь очень тесно переплетены. И это очень прикольно. Я вам показывал то самое место. Я говорил, что добраться туда-отсюда невозможно. Но мы потом оттуда выйдем. И вот как раз мы оттуда и вышли. И теперь нам нужно вернуться. Но пока что вернуться не в саму опустившуюся долину, а в храм Сэмпо. Пещера в опустившейся долине. Да, как я и говорил, что вот такие вот все карлики, это шпики. Они раньше работали на храм Сэмпо, похищали людей для экспериментов. И делали различные другие грязные вещи. Но теперь храм Сэмпо тоже в упадке. И барсук наверняка служил в этом храме до того, как погиб его сын. Возможно, его сын опять же тоже погиб в каких-то странных обстоятельствах. Возможно, его тоже забрали для экспериментов. Но об этом история умалчивает. В общем, все ради науки. И, как можно видеть, здесь у нас появилась змея после того, как она нас сбросила с моста. Да, это то самое место. Вон тот мост, с которого у нас скинула эта змея. Это вода, где мы плавали. И теперь мы можем убить змею, прыгнув на нее сверху. Да, фромы любят такие убийства, где нужно напрягивать на кого-то сверху и протыкать ему голову. Но перед тем, как ее убить, давайте я вам кое-что покажу интересное. Возможно, кто-то об этом не знает. Субтитры сделал DimaTorzok